Предотвращение, спасение, помощь – неизменный девиз МЧС России, руководствуясь которым, спасатели ежедневно выполняют свой опасный долг по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. В рядах Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда достойно несут в свою службу более ста профессиональных спасателей. Каждый из них, не задумываясь, готов прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. За силой и мужеством этих бравых мужчин стоят ежедневные тренировки, нелегкий труд и постоянное стремление получать новые знания. Вот и в донбайском подразделении ни один рабочий день не обходится без занятий по альпинизму. Казалось бы, знающие все тонкости работы в горных условиях, эти спасатели из раза в раз оттачивают свое мастерство, доводя его до автоматизма. «Заступая на смену, мы каждый раз проводим вот такие тренировки различные. Сейчас у нас происходила тренировка по спуску пострадавшего. То есть человек завез где-то на веревке, то ли камушек ударил в него, то ли еще что-то с ним случилось. Мне пришлось до него добраться, пристегнуть к себе и спустить его, соответственно, вниз, где приняли бы уже остальные спасатели. Тренировки, конечно, они дают физические нагрузки, но нам необходимо это для работы нашей дальнейшей, так как мы в горах работаем, нам без этого никуда». Роман Горбунов – один из самых молодых спасателей Домбайского подразделения. Как признается мужчина, за пять лет службы его коллеги успели стать для него крепкой опорой. Каждый из них всегда готов поделиться опытом и подстраховать в трудную минуту. Вот и его сослуживец Таулан Башкаев, спасатель первого класса, всегда проводит с ним тренировки и напоминает о важности малейших деталей в их нелегком деле. «Человеческий фактор может допускать ошибки. При спуске пострадавшего я хоть могу ему помочь, подсказать или еще что-нибудь, что он забывает на самом-то деле. Мы все можем как бы ошибаться, но эта ошибка будет дорого стоить всем. В жизни лишаться никто не хочет, так что надо стараться всегда тренироваться, совершенствовать свои навыки». Сам Таулан стал спасателем по воле случая. Однажды помог пострадавшему на горнолыжном склоне и понял, что это его призвание. За 12 лет службы он не раз участвовал в спасательных операциях. Самыми сложными, по его мнению, всегда были те, что происходили высоко в горах. «Для нас самые жесткие спасработы – это нести человека сутки. Это вот с утра ты вышел, например, дошел до скалы, например, к вечеру, с утра быстренько рванул наверх, спустил пострадавших и без остановки до следующего утра, грубо говоря, несешь. Это вот в год раз бывает. А так мелочи такие мы особо не напрягаемся. Это там бадуки, там малые маршруты. Выбежал те, которые, ну, час, два, четыре, шесть часов работы. Особо они нас так не напрягают, но больше напрягают вот эти суточные, грубо говоря. Идет износ организма, ну, полнейший, потом неделю восстанавливается». Профессия спасателя требует не просто отличной физической подготовки, но и умения правильно и быстро реагировать на происшествия, рассказывает один из самых опытных спасателей донбайского подразделения Виталий Бублик. Вся поступающая информация проходит через дежурного, который буквально круглосуточно держит руку на пульсе. В его задачи входит уточнение деталей, составление первичной картины и, что немаловажно, определение географии происшествия. От этого во многом зависит результат спасательной операции. «Район очень большой и зачастую приходится искать место ЧС из-за неправильной информации. Информация, ну, часто искажается, ну, сами знаете. Особенно, когда люди, ну, не знают район и говорят, они получают информацию, тут уже 112, и даже когда связь плохая, у нас бывали случаи, нас отправляют в другое ущелье, а это, ну, это далеко, реально далеко. Вот, поэтому вот здесь дежурный проверяет эту информацию и уже выдает точную информацию головному отряду, который бежит, спешит на помощь пострадавшим, терпящим бедствия. Вот это место здесь, то есть начались работы, все, дежурный здесь. У него нет времени пойти попить чай. Он здесь принимает, потому что радиостанция работает, телефон, отовсюду стекается информация. И, опять же, ему надо выдавать эту информацию, в тот же ЦУКС, в Главное управление, потому что иногда работы приобретают масштабный характер. Но если это серьезные работы, там надо привлекать помощь, надо привлекать авиацию, надо привлекать медицину. Хотя в отряде есть у нас свой фельдшер и достаточно такой грамотный, профессиональный. В случае чрезвычайной ситуации спасатели выезжают на поступивший вызов в самое кратчайшее время. В зависимости от места происшествия комплектуется необходимый набор оборудования, который всегда находится на готове. На каждого спасателя отдельный шкаф. В шкафу находится все снаряжение, которое необходимо для работы не только в горах, но и на реках, на различных участках. Я прям вижу сложенные сумки, это готовые прям вот. Хоть сейчас бери и выходи, да? Баулы, они укомплектованы по списку, как положено. На случай срочного выезда все ребята собираются и взял баул. Или же если баул укомплектован на длительные выезды, а так если выход в горы, то перепаковывается все в рюкзаки. Личное снаряжение также упаковывается и общественное. Общественное – это досилки, все остальное – веревки. В распоряжении подразделения также находится чудо-автомобиль, как его называют сами спасатели. Он укомплектован всеми техническими средствами для проведения большинства спасательных операций. Ну а самой большой гордостью этой машины является гидроинструмент. Эта аварийно-спасательная машина в нашей жизни играет тоже важную роль, потому что мы с ней выезжаем на ДТП, на всякие завалы, когда случаются разрывы газопроводов, водопроводов. То есть эта машина нас выручает, потому что здесь есть гидроинструмент. Со своей станцией, со всеми шансовыми инструментами, которые необходимы как для ДТП, так и для остальных работ. Вот такой вот волшебный автомобиль у нас. Так как у нас подразделение маленькое, в нашем подразделении каждый человек должен пользоваться гидроинструментом. Знать, для чего он сделан, как работать с ним, ну и непосредственно выполнять свою работу. Наличие необходимых технических средств играет большую роль в ежедневной работе спасателей. Но самое важное все-таки морально-волевые качества людей. Так считают заслуженные спасатели России, а по совместительству начальник Донбайского подразделения Александр Семенов. Отвага, мужество, способность действовать в критической ситуации – это то, что отличает его подчиненных от большинства обывателей. Выросший в семье спасателя, он всегда знал, чем будет заниматься в жизни. В своем выборе не сомневался никогда. И вот уже более 30 лет он с достоинством несет свою службу. Профессия жизни, так сказать, можно сказать, издалека – это династия. У меня отец работал начальником КСП Западного Кавказа Альпинистского. Также брат работал в МЧС. Ушел из жизни по молодости. Все детство в Донбайе, так сказать, с пеленок, с детства родители приехали. Отец приехал в 47-м году в Донбайе. Вот с 47-го года он был здесь. Росли и втянулись в эту систему. И вот уже сколько лет. Ежегодно 27 декабря в нашей стране принято чествовать спасателей. По традиции они получают поздравления, в их адрес звучат слова благодарности. Но, пожалуй, для каждого из них лучшей наградой за нелегкий труд является спасенная жизнь и происшествие, с которым удалось справиться без потерь личного состава. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»